У него есть коллиматорный прицел. С ним удобно целиться. Внутри точка. Точку наводите и нажимаете тисковый крючок. В руках у каждого автомат. Заряжен боевыми. Это огневая подготовка. Ребят учат метко стрелять. Резкая. Провожай обратно его. Предохранитель ставим. Упираешь плечо. Целься. Владимир Владимировича я уважаю. Он молодец. Страну поднял. Все отлично. Никого не забывает. Нам все дали. Довольствие. Форму. Денежное обеспечение. Дай бог за Россию, за победу, за Донбасс. Давно хотел пойти добровольцем. Но все не решался. Думал, там все справится. Смотрел телеграм-канал и видел. Детей убивают. Не могу я стороне сидеть и смотреть. Надо родину защищать. Гранатой огонь. Здесь мы вспоминаем в первую очередь навыки обращения на этой точке. Навыки обращения с оружием, безопасности оружием, как вести стрельбу, из каких положений. Настрой у них однозначно боевой. Очень сильно проявляет интерес. Задают много вопросов уточняющих. Переполняет меня гордость. И хочется отдать больше знаний, больше передать опыта своего для того, чтобы они защитили свою родину. Ключ в гнездо для перевода взрывателя и по часовой стрелке. Подготовка длится 25 дней. Комплекс занятий, кроме огневой, включает инженерную, тактическую подготовку и военную медицину. Задача инструкторов, имеющих опыт боевых действий, сделать все, чтобы тюменские военнослужащие уверенно действовали на поле боя. К тому же ребята уже с опытом. Стрелки, саперы, связисты, танкисты, артиллеристы и механики-водители служили все. А некоторые были и в горячих точках. Конечно, боевой опыт был маленько, но уже с годами все подзабылось. Сейчас немного поднатаскаемся, ребята вам подучат. И вспомним, и пацанам надо спину немного прикрыть. Я за Россию, за дочь, за жену, да за всех. За пацанов, за малолетних вот этих, которые здесь остались. Подготовка мобилизованных проходит по всей стране. В Амурской области мотострелки отрабатывают огневые упражнения по мишеням, обозначающим живую силу условного противника. А в Приморском крае, призванные из запаса, проходят боевую подготовку на одном из полигонов Тихоокеанского флота. Абсолютно всех мобилизованных ребят дома ждут родные и близкие. И желают им только одного – вернуться целыми и невредимыми. Анастасия Лизаревич, Андрей Ветров, Тюменская служба новостей.